Так, штрихугольник АВЦД. Известно, что угол ВЦ 30 градусов, угол АДЦ это 150 градусов, известно, что АВ равняется ВД. Докажите, что АЦ это бисектриса угла ВЦД. Так, я пытаюсь сейчас нарисовать картинку. Вот эти вот отрезки ВА равны. И вот там вот у нас 30 градусов, не весь угол, а именно угол ВАЦ. Вот, угол ВАЦ. И АДЦ, вот этот весь угол, это 150 градусов. Нужно доказать, что почему-то помеченные двумя дужками и помеченные тремя дужками углы равны. Я очень не люблю такие задачи. По моим представлениям, каждая такая задача, чтобы сразу прилагаться решением. Потому что, ну, они получаются так, что я беру это красиво, я тебя немножко сшифровка, да, там что-нибудь с ней делает, после чего предлагает всем решать. После того, как вы решите, вы увидите, да, красивая картинка. До этого вы смотрите, вообще не поймёте, что делать. Снастас Ильич, а что вы пометили около угла Д? А? Около угла Д? 150 градусов. Ага, хорошо. Угол А, Д, С, 150 градусов. У этой задачи есть два решения. Одно красивое геометрическое, другое из них счётное, которое, пожалуй, даже более важное, потому что оно стандартное, и вот так надо угле делать. Господа, давайте начну с красивого геометрического. Для чего бывает 30 градусов? Половина шестидесяти. Половина шестидесяти, совершенно верно. Поэтому, конечно, надо начать с того, что точку Б отразить симметрично относительно прямой АС. Проще говоря, нарисовать здесь равносторонний треугольник. Давайте её назовём Б штрих. А, Б, Б штрих. Равносторонний треугольник. Ну, или вот на этой картинке, давайте я попытаюсь нарисовать. То есть нарисовать окружность с центром Б радиусом Б. Нарисовать окружность с центром Б радиусом Б. С центром Б радиусом Б, А. Абсолютно верно. Она вот здесь как-то пройдёт через эти три точки. Да, и что? Да. Это центр окружности. А через точку С она не хочет проходить, правда? Вот так она как-то пройдёт. А там чертёж не очень верный. В смысле? Ну, С будет за... Ну, будет за... Это не так важно. Что дальше-то будет? Мне намного интереснее, что будет дальше. Так, взять, смотри. Вот этот уголок 60 градусов. Я сделал очень сильную подсказку. Отразите точку Б относительно прямой АС. Слушайте, а может быть и теперь и чертёж сможем хорошо нарисовать, а? Да, сможем. Смотрите, я попытаюсь нарисовать теперь хороший чертёж к задаче. Я же умею рисовать окружность, правда? Нет, умею. Не умею. Дальше. На этой же окружности где-то я должен взять точку Д. Вы со мной согласны? Да. Отлично. После этого я провожу отрезок АД. Теперь нужно нарисовать угол величины 150 градусов. Это, конечно, уже не так просто. Да, 26-я эта разведка. По-моему, вот так примерно, да? Ну, да. Примерно вот так вот идет. Куда-то идет С. Вот эта прямая, она и была, она и была та самая. Да, 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 да. У меня чертёж более-менее получился. Здесь 30 градусов, там 30 градусов. Отлично. И просят доказать, что вот почему-то вот этот угол равен этому. Неужели не чертёжа? Если провести, если продолжить ДЦ за точку Д до пересечения с окружностью, эта точка попадет куда-то на дугу АД меньшую. Да, конечно. Да, заметим, что дуга А и эта точка будет равна дуге АБ штрих. И значит, Б штрих... Проще говоря, хочешь, чтобы я нарисовал вот так, да? Да. Если соединить точку Б штриха с точкой Д, получается вписанный угол. Это все видно? А вот здесь 60 градусов, потому что мы рисовали, что равносторонний треугольник. А вписанный угол в два раза меньше. Значит, вот этот угол будет какой? То есть половина от 60, 30 градусов. А здесь сколько? 30. 30. Значит, вот это не просто три точки, а это три точки на одной прямой. Точки Б штрих, Д и С это три точки на одной прямой. Ну и что? Еще раз, это решение, но... Что называется? Почему равенство? Осталось чуть-чуть буквально. Совсем чуть-чуть. Это на самом деле дельтоид. Почему? Ну потому что, смотрите, Б и Б штрих симметричны, а когда мы берем, соединяем... Б и Б штрих симметричны, а С это виситриса... Смотрите, Б и Б штрих это симметричные точки. Когда мы соединили с точкой А, то здесь у нас был равносторонний треугольник. Все помнят? Замечательно. А точка С лежит на этой прямой. Ну, там будет равнобедренный. Значит, когда мы соединяем, мы получаем такие два равных угла. Потому что треугольник Б, С, Б штрих равнобедренный. Ну, конечно. Из асимметрии. О, симметрия? У нас есть прямая треугольник. Господа, пожалуйста, посмотрите еще раз на картинку и поймите, что это было за решение. Главное, догадались отразить точку Б относительно прямой А, С. После этого увидели, что целых три точки А, Б, Штрих и Д лежат на окружности с центром в точке Б. Дальше нарисовали чертеж. Между прочим, это очень важно. Часто бывает, что в геометической задаче хороший чертеж возникает не в первый момент, а по ходу решения. Дальше нарисовали более-менее приличный чертеж. И увидели, что есть вписанный угол А, Д, Б штрих. Он 30 градусов. А угол А, Д, С 150. Значит, точки Б, Штрих, Д и С что делают? Лежат на одной прямой. А если они лежат на одной прямой, то есть дельтоид. Вот. Теперь поймите, как эта задача была придумана. Понимаете? Лишь наоборот. То есть взяли дельтоид, подумали, как можно эту картинку чуть-чуть изменить, и получил задачу. Отлично. Но я обещал, что этой задачей есть второй способ, который не требует вот такого интеллекта. Вот эти вот хитрые приемы, они приходят только с практикой. И в некотором смысле этому нельзя научиться. Ну, точнее, этому можно научиться, когда, ну, вот вы просто решаете много задач, много-много задач, рано или поздно вы всему этому научились. Но есть стандартный метод, которым вы, что называется, обязаны владеть. Вот у нас есть, да, треугольник. Давайте введем углы. Вот этот угол пусть будет фи, а вот этот угол пусть будет пси. Так, все понятно? А теперь, господа, вы должны просто-напросто через эти углы написать несколько теорем синусов, и у вас все должно получиться. Вот это равно вот это, правда? Да. Поэтому более или менее надо, что называется, за это бороться. Нам нужны теореми синусов с участием отрезка АВ и отрезка АД. Ну, то есть треугольники АВС и ВСД. Так, что такое? АВ разделить на синус фи. АВ разделить на синус фи. Это что такое? Это ВС разделить на синус 30. Это ВС разделить на синус 30. И давайте я за компанию напишу, потому что неизвестно, какая потребуется. Это АС разделить на синус 150 минус фи. Так, это понятно. БД разделить на синус Фи плюс Пси – это что такое? Это БС разделить на синус СДА, который можно посчитать так. Угол САД – это 60 минус Пси. Так, я не успеваю. СА – вот этот? Да, это 30 минус Пси. Почему? Потому что внешний угол треугольника АДС – это 30 градусов. Так. При решении Д. Вот этот угол 30? Да. Это правда, и что? Поэтому угол САД – это 30 минус Пси. Просто рассмотрим на сумму углов треугольников. Да. Да, этот угол – это, конечно, 30 минус Пси. Поскольку треугольник АВД равнобедренный, угол АДБ тоже 60 минус Пси. А, значит, вот этот угол – это 60 минус Пси. Значит, это тоже 60 минус Пси. Теперь надо из 150 вычесть. Это 60 минус Пси. Теперь надо из… Так, соответственно, вот это будет 90 минус Пси, а этот будет… 90 плюс Пси. 90 плюс Пси. Очень хорошо. Ну, это значит, БСС делить на синус 90 плюс Пси. Синус 90 плюс Пси – это косинус Пси. Так, хорошо. ВД и АВ – это одно и то же, поэтому давайте-ка я здесь напишу АВ. Так, здесь напишу АВ. Теперь давайте, давайте смотрим, что из этого интересно. На самом деле это интересно. Вот эта часть интересна. Здесь БС, здесь АВ. Поэтому мы должны просто-напросто разделить верхнее на нижнее. Вот это надо вообще стереть. Получится, что синус Пси плюс Пси деленный на синус Пси – это, господа, косинус Пси деленный на синус 30 градусов. Очень хорошо. А вот теперь смотрите, это уже обычное терминометрическое выражение, и мы его можем просто-напросто записать. Так, синус 30, и все помнят, чем урали? Да. Одно и второе. Делить на одно и второе, то же самое, чтобы нажать на два. Мы можем записать так. Синус Пси плюс Пси – это есть 2 синус Пси косинус Пси. Раскладываем, получаем синус Пси косинус Пси плюс синус Пси косинус Пси – это 2 синус Пси косинус Пси. Так, вот это вот с этой двойкой, да, уходит, и получается такое равенство. Синус Пси косинус Пси – это синус Пси косинус Пси. Переносим, получается, что синус разности равен нулю. Ну, все, мы равны, ну, потому что они там не очень большие.